Согласно установленным срокам мы сегодня сдавали документы на регистрацию. Основное это подписи депутатов различного уровня в поддержку, в мою поддержку. Сдали необходимое количество и сопутствующие документы. И вот на этом процесс, этот процесс занял полчаса буквально. Так что ждем теперь результатов проверки этих документов. В случае положительного заключения меня уже зачислят кандидаты на избрание главы республики. Для избрания на должности главы республики. На обшору вы спросите, можно чуть-чуть поподробнее по поводу количества подписей, необходимых для прохождения муниципального выбора? Необходимое количество 103 депутата, из которых плюс 5 запасных. 108 подписей представляются в комиссию. И среди этих подписей 20 минимально должно быть депутатов районного и городского уровня. Причем эти 20 депутатов должны представлять 3 четверти от количества районов. То есть 11 районов минимально должны быть представлены обязательно. И 20 обязательных, 2 запасных. Районный уровень, а все остальное сельский и муниципальный уровень. Я посчастливилась поучаствовать в выборах 2014 года. И в прошлые выборы была небольшая такая нечестная игра. Вы знаете, что одного из кандидатов, Мацикова Владимира Николаевича, на этапе прохождения муниципального фильтра было немножко скошено количество его необходимых. Кто необходимый он не добрал. Как у вас обстоятельства с этим? Ну, ничего не изменилось с тех пор, я считаю. Потому что была возможность нам на парламенте снизить муниципальный уровень в два раза. То есть, ну, практически в два раза. С 9% до 5% от общего количества депутатов. Ну, парламентарии на это не пошли. На это и не пошел новый в Рио вступивший в должность. Мы просили его снизить от муниципального фильтра. Также не произошло утверждение самовыдвижения на должность главы республики. Это дало бы шанс многим людям, желающим принять участие в выборах. И, конечно же, этот фильтр 9% стал непреодолимым барьером практически. И принадлежность партии тоже отсекло очень много людей, которые желали выступить в качестве кандидата. Поэтому вот эти две вещи. И я считаю, что даже вот этот фильтр при таком административном давлении очень большом, он стал еще жестче. То есть при прежних правителях они себе не позволяли давление на депутатов сельского муниципального, сельских муниципальных образований. А в этот раз такое давление мы увидели на депутатов. И очень много было применено таких нехороших приемов, как, допустим, нотариусы уходили, закрывали перед нами двери, и говорили, что рабочий день закончен, что электричество отключили, что программа зависла. И нам приходилось, допустим, привезли в Малый Дербет и депутата, и нам приходилось его везти в Садовку. Оттуда киченеры. То есть это занимало очень много времени, это отвлекало людей от работы. И во второй или третий раз этот депутат просто отказывался, потому что, говорит, ну как вам отдать подпись? Я готов, но я не могу три раза выезжать по этому вопросу в различные райцентры. Вот такие проблемы нам создавались. И кроме этого, с депутатами очень жестко разговаривали, давили через детей, по работе. То есть всякие методы применяли для того, чтобы нам депутаты не дали поддержку. И в основном, вот тот же наш кандидат основной, он получил листы в поддержку 12 июня, первый день, когда он получил возможность оформлять подписные листы. И 12 июня, в праздничный день, свозили депутатов районного муниципального образования к нотариусам, и нотариусов обязали выйти на работу 12 июня, выходной день. Поэтому, конечно, это показатель того, что власть боится дать свободу этому процессу. Она его контролирует и всячески ужесточает для того, чтобы нежелательные лица не могли зарегистрироваться. Где-то я услышал такой небольшой услышок, что за одну подпись вы или кто-то отдает что-то в районе 5000 рублей. И я слышал даже такую информацию, он говорит, в 5000 у меня дороги не валяется хотя бы 5000. Ну, такие слухи ходят по республике, но мы с ними не сталкивались. Наверное, есть, имеют место быть такие случаи. Но мы честно собирали голоса. Те депутаты, которые хотели нам отдать, это отважные люди, это мужественные люди. И отдавали свои подписи в поддержку добровольно и без всяких... Причем при таком внешнем давлении, я считаю, что это люди непростые. Самое главное, это просто народу дать свободу. Свободу во всем. Чтобы никто не боялся потерять работу. При этом он мог высказать свое собственное мнение на любое событие, которое происходит в республике. И относительно любого человека, какую бы он должность ни занимал, он может высказываться и в поддержку, и критически. Но самое главное, он должен иметь такую возможность. Чем больше будет свободы выбора глав районов, депутатов, и возможность людям свободно выдвинуться, не принадлежа никакой партии, чтобы большей частью власть формировалась именно по одномандатному способу. Чтобы депутаты всех уровней, сельского района и республиканского уровня были независимыми. Только когда человек будет независим, тогда он будет принимать адекватные решения и адекватные предложения выносить. То есть адекватно той обстановке, которая сегодня требует каких-то здравых предложений, здравых решений, а не плодить чиновников, которые заглядывают вышестоящему начальству в глаза и готовы на любую инициативу отвечать кивком, и бежать исполнять, независимо от того, выгодно это району или республике, или нет. То есть основная, вот мой основной такой посыл, что мы все должны работать, каждый на своем месте, и не бояться того, что ты выносишь какие-то здравые, разумные предложения, полезные для республики. Любые такие предложения должны поддерживаться, развиваться, укрепляться, только тогда республика станет достойной. Вот когда мы уйдем от этого кумовства, лизоблюдства, от этой коррупции, когда мы очистимся, то есть станем высоконравственной республикой, только при высокой нравственности мы имеем шанс изменить жизнь в республике к лучшему. И еще один вопросик, чуть раньше хотел вас задать. Кроме вас и Бату Сергеевича, кто сегодня, сегодня, я так понимаю, последний день подачи документов, кто кроме вас еще подал документы на похождение? Ну, из всех сегодня, по-моему, появились все кандидаты зарегистрированные, только я не видел Батгая. Об остальных нам все сказали, что они явились для сдачи документов. Конечно, я считаю, что вообще ничего бояться, зачем устраивают эту толкотню, войны, какие-то боты появились, которые льют грязь на кандидатов. Ну, дайте возможность любому участвовать, народ сам выберет. И я считаю, что именно народом избранный кандидат будет работать на благо республики, и он не будет никому обязан, да, ни вышестоящему центру, ни какой-то партии, а именно людям, которые проголосовали за него. А с народом надо разговаривать, нужно его убеждать для того, чтобы получить голоса. Вот и все, очень просто на самом деле. Но есть силы, которые препятствуют этому. Это силы, которые любым образом хотят удержать власть, оставаться во власти и извлекать из этого выгоду, лично для себя. Желаем честных выборов в республике Кавмыкия. Надеюсь, что все это будет все правильно, все четко. Вас зарегистрируют как кандидата, и люди будут выбирать сердцем и говорить. Спасибо, Максим. Спасибо, Максим.